Вот вы считаете Сакраменто для новичка как бы нормальное место? Я думаю, это место лучше не придумаешь. То есть, если рассматривать именно Калифорнию, то место лучше не придумаешь для новичка. А если не рассматривать Калифорнию, а вообще на страну в целом смотреть? Вообще на страну в целом тоже отлично. Но я думаю, есть масса и других мест. То есть, тут уже по каким-то климатическим... Солнышко, тучки. Да, 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 да. Что хочется человеку. Ну да. Я когда вижу фразы, знаете, вот есть люди, которые... Я не знаю, что у них в это время в голове. То есть, может быть, они... Знаете, как говорят Россия, а имеют в виду Москву. В пределах Садового кольца. Знаете? То есть, они говорят, а вот в России и так, в России и сяк так. Вот. И вот есть люди, которые так же говорят, например, Калифорния. А я когда думаю, Калифорния... Калифорния, это с десяток самых разных, как бы сказать, ну, так не знаю, как назвать, ну, совершенно разных мест по стилю жизни, по абсолютно всем показателям экологических ниш таких. Вот. И когда говорят, вот в Калифорнии дорого, я говорю, да, они с ума сошли. А вот Сакамен-то задаром. Вообще... Не дороже, чем в любом другом месте. Или там... Я даже не знаю, но что-то им... В Калифорнии там, я не знаю, там зарплаты маленькие, работы нет, нелегалов много. Вот у вас много нелегалов? Есть. Да. Мексиканские или наши? И наши, и мексиканские. Я знаю одних мексиканцев, они там каждые, ну, я не помню, каждые три года ездят туда-сюда. Нелегально. Нелегально, да. То есть они в каком-то статусе находятся. Но они не какие-то криминальные, опасные. Нет, 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 они работают, работящие люди, исключительно работящие люди, мексиканцы. Да. Да. А вообще, Калифорния, она настолько разная, настолько и климатически даже, да, вот это не только вот пальмы и песок, и океан. Это и всякие горные тропы, это и всякие там лесные там такие массивы. Вот вы в Лос-Анджелес часто ездите на объекты всякие. Вот как вам Лос-Анджелес как место для новичка? Там ведь много новых эмигрантов. Да, и Лос-Анджелес тоже отлично. То есть это и по цене даже. Я сначала, когда из дому рассматривал, я как бы, да, вот Лос-Анджелес, Сан-Диего. Но я посмотрел, что-то мне цены, ну даже в Лос-Анджелесе можно найти. Там же много разных всяких городишков маленьких вокруг Лос-Анджелеса рассыпано. И там можно найти массу, массу таких мест, где, ну, каждый кошелек. И работы много. И работы, а работы существенно больше. Чем где? Чем, к примеру, в Сакраменто. В смысле разнообразие или в смысле количества? И разнообразие, и количество, то есть много работы и там. Собственно говоря, мы же туда из Сакраменто ездим. На большие объекты. На большие объекты, да. И разные всякие объекты. Это не только там какие-то магазины торговые, там, центры. Когда вы говорите, вот, Калифорния, у вас что-то конкретное в голове так выплывает? Или вы как-то видите целый штат? Или вы видите сразу много таких разных мест? Или вот что для вас Калифорния? Вот сейчас уже, вот, даже вот спустя непродолжительное время, ну, это уже настолько, настолько это все развернулось. То есть, сначала это было, да, это, вот, есть Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там дорого. Мы туда не едем. Есть Сакраменто, там вроде как подешевле. Вот поедем туда. Но еще неизвестно было, что там с работой. Понятно. То есть, у вас нет такого, что, а, Калифорния, так это же Сакраменто. Или там, а, Калифорния, так это же дорогое место, там, где вот все программисты там живут. Нет, нет, я же говорю, это очень развернулось сейчас. Это, это, это и раньше не было, вот, программисты. Опять же, программисты, они, ну, в стереотипе, это же не Калифорния. Это, да, айтишники. Это же скорее Силиконовая долина. Ну, конечно, конечно. Да, но Силиконовая долина, это же не вся Калифорния. Ну, вот у меня сегодня с утра прочитал в комментариях, там, человек говорит, вот я живу в Калифорнии, говорит, и тут вот дорого, тут люди, которые работают, ночевают в автомобилях. Я думаю, где же вот он, он говорит, я живу в Калифорнии. Он не понимает, что Калифорния, это не те три квартала, где он живет, а это целый мир. Да, я, я тоже наслышан о таком, ну, это, это очень, очень огромный мир с множеством всяких разных на вкус и цвет, как говорится, впечатлений, эмоций, возможностей. Ну, что же, хорошо. Ну, здесь вам нравится, вот, давайте я покажу. Шикарно, шикарный вид. Я бы вот тут жил, я вот с Ветей говорю, давай, говорю, переедем в Санкт-Петербург, у нас дом тут есть, я говорю, давай будем жить в этом доме. Она говорит, ну, ты чего, говорит она, мы, я специально строила дом, чтобы нам было там удобно, это близко от работы. Я говорю, ну, ладно, а я бы здесь жил. Ну, я думаю, я думаю, вы можете сюда перебраться и, может быть, даже в ближайшее время. Нет, я могу сегодня не уезжать домой, но просто я еще говорю, что все-таки у меня офис, там в этом офисе люди работают, там у нас дочь, внучки, то есть там у нас, в общем-то, ну, опять, ну, это 45 минут езды отсюда. Да, это не расстояние, тем более, вот опять же, да, слово о качестве жизни, то есть между любыми точками, да, А и Б, можно перемещаться, вот просто, то есть сейчас уже расстояние, там, в 100, в 200 миль, это, ну, по сути, не расстояние. Это когда в Сакраменто живешь, в Сибири тоже, а не там, 500 верст, там, не расстояние. Да, но только, но только время затраченное, да, на те 500 верст и на эти 500 верст. А вот, скажите-ка мне, в Сакраменто, как в городе, там есть такие пробки или такие места, где ты стоишь и дышать нечем, вот, загазованность какая-то, есть такие места? Нет, абсолютно, ну, я, как бы, недалеко от, там, центра города нахожусь, ну, вот, на той местности, где я живу, там, нет такого, просторно, просторно, нет такой загазованности. Лос-Анджелес известен своим вот этим вот stop-and-go traffic, он известен тем, что там загазованность тоже какая-то большая, все-таки это колоссальный город, он, ну, почти как Нью-Йорк по населению. Ну, вот, там, как вы себя чувствуете? Вот есть такое, что стоишь, там, два часа не можешь проехать никуда? Нет, такого нет, есть, можно попасть в трафик, да, ну, в зависимости, да, от часа пик, то есть днем, утром, утром или вечером. Да. А можно попасть в такой, ну, в тянучку такую, да, но вот, чтобы вот стоишь и часами там что-то там не может никак разъехаться, ну, такого нет. Понятно. Ну, хорошо. То есть, опять же, мы говорим о Лос-Анджелесе сейчас как о таком синдикате, что ли, или как это правильно назвать? Ну, конгломерат. Да, конгломерат вот нескольких городов, включая Лос-Анджелес. Да. Поэтому... Так же, как Калифорния, это не Кремниевая долина, так же и Лос-Анджелес, это не Лос-Анджелес, а это Большой Лос-Анджелес, да? Это не Лос-Анджелес, сплошной трафик, или там... Это тоже многополярная такая вещь. Понятно. Ну, хорошо, значит, продолжаем движение. Тут собачки. Тут много собачников и много велосипедистов. Им здесь разрешают ездить по тротуарам в Санта-Крус. Не знаю, с чем это связано, но вот их тут много. А вот буквально вас там перед глазами. Друзья, шли мы, шли, никого не трогали. И вот девочка, зовут Инна, знает меня в лицо. Откуда вы меня в лицо знаете? Ну, смотрела ваши видео, конечно, училась по ним. Инна у нас еще училась в онлайне. А где вы жили в то время? Во Флориде. Ну, где? В Орландо. В Орландо. А сейчас где? Нашла работу в Тампе. В Киар-Отер, точнее. Туда переехала уже по работе. Скажите, солнышко, как там? Как Тампа? Замечательно. Работы много? Да. У меня вот сколько знакомых, ребята, очень много, кто работает в Киэй. Даже, наверное, 90% всех знакомых, которые работают в Киэй, там живут. Ну, отлично. То есть приезжает народ новый. Да, да. Но вы приглашаете? Конечно. Так, а если кто-то спросит, как найти Инна? А ты же самужем, правильно? Да. Вот, поэтому не знакомимся. Но если по делу, как вас найти? Ой, я не знаю. В Фейсбуке? Так, как вас найти в Фейсбуке? Инна Журавель. Все, Инна Журавель. Лицо вы видели, если по Тампе вопрос. Назначаю я вас ответственным по городу Тампа. Окей. Штат Флорида. Хорошо? Друзья, тут выяснилось, что необходимо передать привет. Кому будем привет передавать? А, Диме Шишкину в Клэр Уотер. И супруге. Да, и Олечке Шишкиной тоже. Все, значит, присоединяемся. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова